Вместе повторяем, подняв руки. Громче. Прежде всего, моему Гуропаду Падме не царила прави, что омнична пада Аштад Рашата, Шри Шримад, Бхакти Шри Рупи, Сиддханте Гасвай Махарача. Я предлагаю свои бесконечные со штангами надуват пранамы, склоняясь к его лотосным стопам. Также моему Шикши Гуропаду Падме не царила прави, что омнична пада Аштад Рашата, Шри Шримад, Бхакти Веданте, Шри Ле Нарайя Негасвай Махарача. Я предлагаю свои Шрадха Пашпанжали возлагая их к его лотосным стопам. Также я прошу всех Бхактов Рим, то есть всех преданных, принять мои поклоны. Харе Кришна, мы слушали о том, как до явления Кришны являлся Дао Бхая, и подобным образом до явления Шичи Тани Махапрабху явился неотличный от Баладыо Прабху Нитянанда Прабху. Нитянанда Прабху явился в Рар Грамме, в Эка Чакр Грамме, его родители Падмава Тёдеми и Харе Пандит. А затем уже после него принял рождение Махапрабху, неотличный от Кришны. Каждый день по утрам мы слушаем более подробно. Мы слушали о том, как в Судео Махарач Нанда Баба, Даширадха Махарач, Кашья Париши. Все родители Господа в разных аватарах были проявлены и в Джаганадхе Мишри. Все их благие качества присутствовали в Джаганадхе Мишри. Супругу Джаганадхе Мишри звали Шачимата. Махапрабху Пурна — наиболее полный Господь. Подобным образом его отец и мать также парипурна, также наиболее полные. Поэтому все родители Господа в разных воплощениях, проявлениях вместе пребывали в телах родителей Махапрабху. Соответственно, в телах отца и в теле отца и в теле матери. Наше рождение отлично от рождения Господа. Его явление — джанма карма чаме дивьям. Кришна объяснила Арджуне, что его джанма — рождение, и карма — деяние. Трансцендентное. И если кто-то постигнет эту истину, то он больше не родится в этом материальном мире. Но мы рождаемся под влиянием Марха Майи. Без нашего желания мы принимаем рождение непроизвольно, чтобы вкусить плоды своих деяний, хороших и плохих. Однако Господь рождается не под влиянием кармы. Он приходит, чтобы обрадовать своих преданных, защитить их, даровать свой дарш, чтобы они смогли увидеть его. Мы слышали, что перед тем, как Господь родился из Лона Шачи Матери, было предзнаменование. Во время Брама Мухурты его отец увидел сон. Сны, которые мы видим перед Брама Мухуртой, подлинные. Какой же сон увидел отец Махапрабху, будущий отец? Он увидел, как из Диведхама, из Божественной обители, свет проник в его тело, а затем в тело его супруги Шачи Матери. И Джаганадхамишри понял, я увидел необычный сон. Он рассказал о нем своей супруге Шачи Мате, и она в этот же день забеременела. Господь вошел в ее тело. Так же, как до рождения Кришны полубоги возносили ему молитвы, так же и до явления Махапрабху, когда он находился в утробе своей матери, полубоги молились ему. Все это более детально мы слушаем по утрам. Каково было положение перед рождением Господа? Аданта Браманта Ята Ачи Сумангала. Цитата. Когда явился Махапрабху? Во время Пурнимы, во время полнолуния. И все Сумангалы, все благоприятные предзнаменования были проявлены. Так же, как когда явился Кришна, все Грахан, все планеты, все Накшатры, созвездия приняли наиболее благоприятное положение. Подобным образом, перед явлением Махапрабху, так же все планеты и созвездия стояли наилучшим образом. Сангельтина Сахиты Прабхура Аватара. Цитата. Ради чего Господь пришел в этот мир? Мы слушали, есть множество причин. Одна из них — установить Кали-йога Дхарму, Харинама Сангельтина. Кали-йога Кевала, Наамадхара, Сумера Сумера Нара Утарахепара. Только благодаря Святому Имени можно пересечь океан материального бытия в Кали-йогу. Поэтому, чтобы провозгласить славу Святого Имени Сангельтина, Господь перешел в этот мир. Соответственно, и время рождения Он выбрал такое, когда все повторяли Святое Имя. Ведь во время лунного затмения, что мы делаем? Когда затмение заканчивается, мы отправляемся к Ямоне, другой реке, принимаем омовение. И тогда, когда закончилось затмение, взошла полная луна, и все люди радостно воскликнули. Начали повторять Святое Имя. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Раи. Повсюду было слышно звуки Харибол, Харибол. И именно в это время явился Шриман Читания Махапрабу из Лона Шачи Маты под деревом Нима. Были в Мамайпоре? Махапрабу в детстве звали Нимай. Почему? Потому что он родился под деревом Нимы. Так явился Шачинандана Гаура Хари. И все девы, полубоги, с небес осыпали его цветами. Бриндаван Дастагур далее описывает. Четвертики, пусть пробрежьте. Цитата. Все полубоги осыпали Господа цветами и дундуби, то есть стучали в барабаны, играли в раковины, в караталу, провозглашая славу Господа. Хене Самай Сарваджака Тадживану. В это время как раз и явился Господь Махапрабу. И поскольку явился Сам Всевышний, то все беды, все печали покинули этот мир. Что даровал Махапрабу? Бама Бхава Виринчита Банчита Джапрема. Он даровал ту прему, которую жаждут Шанкара, Брама, Нарада, о которой они молятся. Эту самую Махапрабу, ценнейшую любовь, Махапрабу раздавал широко, фактически направо и налево. Когда он явился, в него были проявлены все 24 признака знака Великой Личности. Сколько? 24. Все эти знаки присутствовали на теле Господа, в том числе Шанка Гада, Гада Чакра Падма, то есть булава, диск, лотос. Что там у нас еще? Все 4 знака и другие знаки. В это самое время также полубоги не зашли, Брама, Шанкара, другие полубоги, поскольку было темно, их не было видно, и они распростерлись на земле, предлагая поклоны Господу. А полубогини приняли форму обычных женщин, Ума, Рама, Шачи, Рукми, Шачи, явились как обычные женщины и тоже возносили хвалу Господу. Они хотели получить старшин Махапрабу, поклониться ему. И Махапрабу всех их благословил. А что было дальше? А завтра узнаем, что было дальше, потому что уже поздно и вам нужно будет вскоре идти домой. Субтитры создавал DimaTorzok